Дорогой Олег Иванович, могу я задать вопрос про отношения женщины с сыном? Выходит из-за рамки? Нет, нормально. Почему? Меня попросила жена задать этот вопрос. Она слышит по радио. Она очень привязана к вашему сыну. Она очень... Ну, знаете, когда женщина привязана, она очень переживает, волнуется за него. Чрезмерная привязанность к ребенку у женщины приводит к тому, что сын начинает бунтовать, а женщина сильно беспокоится. Ведь он еще не задал вопросы. А теперь спрашивайте. Да, есть такое. У нее сын в прошлом браке был, и она, судя по рассказам, очень интенсивно им занималась. И, может быть, давила, не составляла, в общем, как-то мужские характеристики проявляла. И, похоже, у сына было какое-то грято, отражение. И после распада брака, может быть, даже под воздействием его отца, у него возникло неприятие матери, он не хочет с ней несколько лет. Нет, нет, причина не в этом. Я просто говорю... Вы события, события говорите. Хорошо. Давайте еще раз вернемся назад. Смотрите. Это все просто внешние вещи. Я сейчас расскажу внутренние вещи, и вам ей очень легко будет разобраться своим ребенком. Смотрите, еще раз повторяю. Внимательно слушайте меня, женщины. Женщина живет не своим счастьем. Она живет счастьем своего ребенка. Так устроена психика. Это ее природа. И когда она превышает свои полномочия в отношениях с этим счастьем, то есть она начинает полностью контролировать жизнь своего ребенка, желая, чтобы он был счастлив, с этого момента начинается бунт у ребенка. Вот у меня с мамой то же самое чувство. И этот бунт приводит к конфликту, если кто-то из них не проявляет выдержку. Ну, допустим, сын может терпеть, что мама вот его мучает своим гиперопекой. Или, допустим, мама терпит, что она такая гипержелающая опекать и не делает этого. Но когда кто-то проявляет терпение, тогда отношения более-менее нормальные. Но если наоборот происходит, ни мама, ни сын не могут терпеть, мама свою доказывает, что должен делать, как я тебе говорю, а сын бунтует, потому что он не может жить. Она ему сковывает, не дает ему жить. И встать начинается конфликт. Она просто должна первое это понять, что нужно счастье искать в других вещах. Не в жизни своего ребенка, а как-то по-другому. Можно продолжить? Конечно, конечно. Мне вопрос, а что ей делать с ребенком? Она на основе ведических знаний желает ему счастья. Вот, отлично. Она не осуждает, желает счастья. Отлично, отлично. Но ничего не получится, пока она не изменит свое восприятие его. Пока она не успокоится по поводу его жизни. Пока она не перестанет трястись от его событий, поступков, то, что он делает. Пока она не перестанет гиперсильно и ответственно воспринимать его судьбу. Как бы она не желала ему счастья, как бы она не относилась к нему по-доброму и непритязательно, все равно у него будет отторжение. Он будет чувствовать насилие над собой. Вот если, допустим, я кого-то из вас сейчас возьму за руку и буду тянуть на себя, какая будет реакция? Вы скажете, Олег Геннадьевич, тяните. Некоторые говорят, давайте попробуем. Вы начнете вырывать руку сто процентов. Хоть любите вы, хоть не любите человека. Да естественная реакция, сопротивление. Человек не может полностью как бы отдать себя. Ему нужно свободное пространство для жизни какое-то. Особенно в мужчине или мальчику, парню молодому. То есть, видите, проблема не в нем, а в том, как она его воспринимает. Это обычно бывает у женщин, если они недостаточно развиты духовно. Женщина должна научиться по-другому любить своих детей. Это не просто для женщины, но возможно. Смотрите, женщина это энергия, она соткана из энергии. И поэтому она или благословляет, или проклинает. И поэтому она всегда связана с ребенком. Ребенок болен, женщина переживает за него. Переживание означает, что она дает ему силы. Бывает так, что он болен, она не переживает. Это значит, что он вылечится. Она уже дала ему достаточно сил. И поэтому она сохранила себя и не переживает. Вот поднимите руку, кто из вас чувствует, что все будет хорошо с ребенком. Не переживает. Значит, вам хватило сил природно, чтобы вылечить. У вас есть сила на это. И болезнь не такая тяжелая. Вот теперь, а кто из вас переживает по поводу здоровья своего ребенка? Это значит, что не хватает сил. Вы истрачены, понимаете? И так устроена психика любой женщины. Она всегда настолько сильно связана с ребенком, что если ему плохо, она отдает ему свои силы. Вот теперь поймите, что есть более высокая платформа жизни, когда женщина связана не с ребенком так сильно, а с Богом. При этом с ребенком связь не ослабевает. Просто она сильнее связана с Богом. И тогда включается в силу такое понятие, как благословение. Смотрите, одна женщина, ребенок идет на войну, и она ему говорит, все будет хорошо у тебя. Я буду с тебя молиться. И она верит, что он выживет. Это очень сильная позиция. Потому что действительно она получает силу от Бога и действительно возрождает силу своего ребенка и побеждает его судьбу таким образом. Теперь второй вариант. Он идет, она плачет и говорит, ты будешь жить, я верю. Она тоже верит. Но почему она плачет? Потому что она дает ему свои силы, и у ней ничего не остается. Она теряет себя, поэтому плачет. Вот ей нужно встать на другую платформу в жизни. Нужно научиться так любить Бога, чтобы ей хватало сил спокойно относиться к судьбе своего сына. И тогда у него все будет в жизни хорошо. Но запретить жить человеку невозможно. Он будет ошибаться все равно, потому что это его судьба.